вечер сижу на качелях наслаждаюсь вечером так хорошо только что комары кусаются спряталась под свой платок теплый господи такое блаженство такое блаженство прохладно но не холодно я скажу уже сумерки поет сверчок не знаю слышно ли вам или нет кругом так красиво так тихо господи как же хорошо отдыхать на даче как же я люблю свою дачу труда конечно много работаю много как-то это удовольствие немножко конечно я уставшие это только немножко надо будет отдохнуть и завтра с новыми силами будем заниматься заморозкой чего-нибудь там еще много надо успеть за оставшиеся дни до конца отпуска вот отпуск был мне три недели кажется я ничего не успела что хотела хотел позаниматься творчеством и хотела почитать книжку и хотела повязать повышевать я это делала но понемножку пошить я так и не успела придется мне дома этим заняться вот а сейчас я вам покажу какая красота кругом комары жужжат а мы тут с лойсиком мы разделились муж в доме смотрит телевизор и с ним лёва лёва не захотел идти на улицу она со мной конечно же лойсик мой верный друг и товарищ мой хороший любимый пёс смотрите какая красота тут цветочки скоро там будет стоять собачья будка это будет исполнение моей мечты там скоро тоже все изменится тоже будет мечта моя исполняться там вдали мамины флоксы вот прям там смотрите как красиво попробую приблизить желтые цветочки желтый заборчик надо беленький заборчик на желтый заменить у меня много желтого забора еще даже не знаю почему у меня он такой разномастный получился там моя любимая скатерть на веранде желтая тыква бархатки там вдали где бочка 2 там мне подсолнухи желтые не знаю видно ли будет нет ли смотрите как красиво желтая тыква желтый подсолнухи бархатки гномик там сидит надо бы его подкрасить самой и вот здесь у меня еще желтые цветочки тут мой верный пес чем лазы надо тебя умыть и подстричь надо да 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 как я всегда мечтала о таких новых домиках именно с такой вот бордовой крышей мечтать надо и свои мечты воплощать жизнь и очень скоро я надеюсь моя мечта вот так вот так где стоит старый стол она тоже исполнится и вот здесь и я вам ее потом покажу смотрю на все это и думаю какие мы сможем молодцы сколько мы приложили сил и мы с одиннадцатого года сейчас девятнадцатый тоже девятый год мы преобразуем дачу как-нибудь я соберусь и сделаю вам видео какая была дача старая страшная когда мы переделывали вот этот дом весь него была другая крыша вы практически весь переделали остался только фундамент приделали к нему вот эту террасу эту сыраюшку вот здесь на этом месте была маленькая сыраюшка которая уже в землю вросла вот мы тоже все это дело перестроили ну и кухня здесь тоже была совсем другая даже не знаю если у меня фотографии этого конечно ничего у нас не было не вот этого земляного пола не сыраюшки то даже не помню по моему и вот этих вот той не было дату и тоже потом покупали и вот эти то и покупали и сажали в общем я как вспомню так вздрогну у нас тут были такие заросли огромный сад яблоневый но яблони все уже были старые разлапистые здесь было темно при темно когда входили на дачу кругом были ветки а посадить ничего нельзя нигде было потому что кругом шли коренья этих деревьев яблони вишни никто это ничего особенно не собирал яблоки падали тут был кисель из них мы их только носили вот на компостную кучу на ту бордовую кстати мы ее тоже переделали сделали из нее аккуратненькую красивую коробочку такую еще она может там закрываться а так там раньше у нас было четыре палки плохо видно уже становится в общем много мы приложили сил финансов конечно брали кредиты и не один есть сейчас еще выплачиваем но все таки все таки все таки все таки мы добились того что мы имеем к пенсии мы старались все это сделать ну вот все таки мы это осилили и у нас нигде не было такого листового забора нас была сетка рабица который уже вот с этой стороны она точно уже вся провалилась упала до земли можно было между участками просто так ходить а уж вот со стороны канавы вот здесь у нас тоже ничего не было здесь была старая баня душевая сделана душевая на курьих ножках на высоких которые тоже мы уже не пользовались на готова была сломаться но как-то вот почему-то мы ничего не делали здесь у нас тоже была рабица в общем тоже вся упала там канавы как-то все это было так жутко и люди там ходили за этим забором но зарабиться и мы были все как на ладони потому что там дорога проходит тут мы были как на ладони здесь мы были как на ладони и вот здесь и мы начали вот с этого куска потом перешли вот на этот вот кусок вдоль канавы и все это не за один год забор строился на следующий год мы сделали вот этот вот этот вот забор вот который вы видите и только потом уже делали вот здесь запор а здесь последнюю очередь еще перед домом делали забор ворота вот это все так что все потихоньку все помаленьку знаете было бы здоровье было бы силе были бы силы было бы желание остальное все приложится все главное здоровье и вот мое чудо чумазая как любит кататься на качелях уже практически ночь надо убирать вот этот диванчик мы его уносим в сыроюшку чтоб он не от волк не от волк чтобы он не цирил короче чумазик давай слезай пойдем умываться вот любит он кататься так на качелях ну что ж всем хорошего вечера